Вера Иванова Спешила на день рождения дочери В руках торт Старушка хотела нажать кнопку звонка Как вдруг заметила Дверь не закрыта Пенсионерка вошла внутрь Но ни дочери Ни зятя Нигде не было Зато везде были раскиданы вещи А на кухне мать увидела Окровавленную блузку Торт выпал из рук Вера Ивановна с криком Выбежала из квартиры Вскоре на место происшествия Прибывают сыщики В квартире царил полный беспорядок На полу бурые капли И лежащая на столе блузка Но кому принадлежит Оставленная на ней кровь? Ответ на этот вопрос Должны были дать криминалисты Куда же исчезли Жильцы квартиры? Дочь Ольга И ее муж Сергей Адамовичи Сыщики Опросили соседей Вышли они Куда пошли На работу Куда Никто ничего не знает И самое удивительное Супруги пропали В день рождения Ольги Случайность? Или здесь Кроется какая-то тайна? Тем временем Оперативники Продолжали Осмотр квартиры Ничто не должно уйти От цепкого взгляда Один из сыщиков Заметил Важную улику Пуля Майера Или турбинка Названа По имени конструктора Инженера Майера В СССР Одна из самых распространенных пуль Для гладкоствольного ружья По форме напоминает цилиндр Снаружи Наклонные ребра Чтобы создать вращение При полете Используется во время охоты На лося Кабана Или даже медведя Однако Пуля Найденная на месте преступления Была Необычной Ее явно сделали на заказ Размеры Меньше стандартных А что если Эту пулю Обронил преступник? Кто же он? Охотник? Чутье подсказывало Оперативникам Эта улика Еще сыграет Решающую роль Сыщики изучают Ближний круг Пропавшей пары Среди них Охотников не имелось Однако Была еще зацепка Окровавленная блузка Оперативники запросили Медицинские карты супругов Так и есть Кровь на материи Совпала с группой Исчезнувшей Ольги Что же произошло В квартире? Убийство? Похищение? Мать пропавшей женщины Рассказала Взять одолжил Крупную сумму Собирался купить Новый москвич Для начала восьмидесятых Это была Грандиозная покупка Москвич 2140 Эту модель Начали выпускать В СССР В 76-м На решетке радиатора Красовался Хромированный кант А на корме Знаменитая Черная полоса Особая примета Так называемые Погоны Габаритные фонари На задних стойках Восхищал И 75-сильный Двигатель Практически Неубиваемый Именно такой Москвич Приобрели супруги Но вернуть Долг Сергей не смог Сыщики Не исключали Кредитор Некий Семен Титов Может быть Причастен К похищению Супругов Семен Титов 35 лет Работает водителем На овощной базе Женат Воспитывает Дочь По месту Жительства Титова Выезжает Оперативная группа Но дома Подозреваемого Не оказывается Где же он Тоже исчез Решают Проверить Дачу Скромного водителя Системы торговли Помните Титряду Квартира Машина Дача Дача Хоть и стояла На последнем месте Но была Одним из трех Китов Материального Благополучия Это моя Дача Не стойся Умоляю вас Рабочие услышат Пускай все Слышат Это моя Дача Числится вашей Но строится На мои деньги А ты Отдакажи Да перестаньте Жену Ты вообще живешь На свете По доверенности Черт Не трожь Кабачку Машин наим Жены Дач на моем Ничего у тебя нет Ты голодранец Получить хороший участок Построить дом Было непросто Тем более Многие скрывали Своё Истинное Благополучие Опасались ОБХСС Даже ходил Такой анекдот Ах у тебя Изумительная дача А какая машина Теперь тебе наверное больше ничего уже не нужно Нужно Железное алиби Для милиции Вот такие были Времена Оперативники окружили дачу Титова Вдруг в окне Они заметили фигуру какой-то Женщины Неужели Это Ольга Сыщики врываются в дом Но дама оказалась Любовницей Титова Тот встречался с ней Втайне от жены Кредитор клянётся Ольгу и Сергея Давно не видел А про долг Напоминал Всего один раз Алиби Титова проверили В день когда пропали супруги Титов был на работе Внезапно у него Подскочило давление Пришлось даже Не отложку вызывать Значит Титов Не причастен К исчезновению Супругов Адамовича И тут В деле происходит Неожиданный Поворот В то утро Ирина Самсонова Опаздывала на работу Чтобы сократить путь Решила пройти через парк Как вдруг Услышала чьи-то стоны Подошла поближе И увидела Лежащую на траве Женщину Ирина попыталась Её приподнять Дышит Нужно немедленно Вызвать скорую Медики приехали Через 15 минут Несчастная была Бессознание Едва живая На теле Сплошные раны Пострадавшую Немедленно Доставляют В больницу Дорога Каждая минута Врачи Не делали прогнозов Ситуация была Слишком серьезная Личность пострадавшей Установили по документам Найденным в кармане Ольга Адамович 22 года Работает медсестрой Замужем Детей нет Вот так поворот Неужели раненая Та самая Ольга Которая исчезла Вместе с мужем Но где же супруг? Все Долго его искали Но не могли найти Решили Что его убили Сыщики Тщательно Прочесывают Парк Никаких следов Опрашивают Местных дворников Жителей Близ лежащих домов Предъявляют фото Но пропавшего Мужчину Никто Не видел Сергея Адамовича Объявляют Во всесоюзный Розыск Сыщики Понимали Ольга Единственный Свидетель Который мог бы Ответить на главные вопросы Кто И зачем Пытался лишить Ее жизни И что произошло С ее мужем Но пока Допросить пострадавшую Было невозможно Она была Без сознания Сыщики Выдвигают версию Сергей Адамович Убит И в этот момент Поступает сообщение За 200 километров От Волгограда Произошло Новое Дерзкое Преступление Тяжело ранен Партийный руководитель Крупного хозяйства Вооружен И очень опасен Получил Огнестрельное ранение Заложники В огненной ловушке Стал банки С крыши кидать Чтобы никто не подходил Тушить его И дерзкое нападение На партийного секретаря Ажиотаж был сильнейший Дело выходит На новый уровень Пуля для Парторга Непридуманный детектив Из цикла Легенды Советского сыска По трассе мчится Милицейская машина На хуторе Новооксайский Неизвестный стрелял Секретаря порткома Ивана Присичева Ажиотаж был сильнейший В районе, в области Потому что таких преступлений Очень редко было На переезде Служебный УАЗик Встречается со скорой В машине везут Раненого Парторга А писать стрелявшего В него преступника Присичев не может Состояние было Очень крайне тяжелое Сыщики тоже спешат На хутор Где произошла Кровавая расправа Медлить нельзя Преступник Может быть там В начале восьмидесятых Криминальные сводки В СССР Еще не пестрили убийствами И такого ЧП Никто не мог припомнить Чтобы стреляли В партийного секретаря Шел Восемьдесят первый год Леонид Ильич Брежнев Стар и болен Но двадцать шестой съезд КПСС Становится его Личным триумфом Нападение на президента США Рональда Рейгана Одна из шести пуль Попадает в грудь Но бывший актер Выживает В СССР впервые Переходят на летнее время Сезонный перевод стрелок Продлится еще 30 лет Переход на летнее время Не принесет вреда Вашему здоровью На экраны страны Выходит лирическая комедия Аллы Суриковой Будьте моим мужем Извините Я просто искал другую женщину Да С ней бы и заигрывали Картину посмотрят 32 миллиона зрителей И в это самое время Волгоградские сыщики Расследуют покушение На партийного секретаря Ивана Присичева Неясно было многое И прежде всего Мотив Обычный пенный огнетушитель Эффективен, когда пламя Не успело разгореться Своим появлением Обязан обычному Учителю физики Из Баку Александру Лорану Он обратил внимание На противопожарные Свойства пены Например, пенный прибой Отлично справляется С горящей нефтью В то время как Вода оказывалась Бессильной Так появился Первый огнетушитель Эврика Благодаря изобретению Пожары Стало легче тушить Но в нашей истории Огнетушителя Под рукой не оказалось И огонь полностью Уничтожил дом Сыщики восстановили Картину случившегося В то утро Секретарь порткома Присичев Приехал на хутор Неожиданно ему сообщили Кто-то пытается Поджечь жилой дом Присичев бросается На помощь И выясняет Все гораздо хуже Неизвестный Не только поджег дом Но и взял в заложники Двух пенсионеров Он там уже И поджег дом внутри И стал банки С крыши кидать Чтобы никто не подходил Тушить его Ивану Присичеву Удается убедить Преступника Вступить в переговоры Но встреча с бандитом Закончилась для партийного Секретаря Трагически Он когда подошел Говорит Ты что делаешь Успокойся А он говорит Уйди Убью Иван Иванович говорит Я повернулся Уходите А он выстрелил Тяжело раненый Присичев падает А неизвестный Пытается скрыться Где же искать Стрелявшего Возможно Он не успел Далеко уйти Прилегающую территорию Блокируют Милиционеры Прочесывают Хутор Безрезультатно Вскоре Становится понятно Преступник Вероятно Просочился Через оцепление Ушел А значит В любой момент Трагедия Может повториться Капитан Мухтаров Приезжает в больницу Надеется поговорить С раненым секретарем Но врачи отказывают Состояние критическое После операции Только жене Разрешили находиться Рядом с мужем У него В ночь Поднялась температура 40 41 Я позвала врача Врачи пришли Внезапно Давление пациента Резко падает Состояние Стремительно Ухудшается Делает укол Уже не идет Лекарство не идет Уже кровь Остывает Доктор спрашивает Иван Иванович Вы меня слышите? Слышу Слышу Наверное Я не выкарабкаюсь Пресечева Снова везут В операционную Но организм Не выдерживает Доктор спрашивает Сестра у меня медик Она сказала Говорит Если бы вот сейчас Говорит Его бы спасли А тогда Говорит Таких не было Антибиотиков Чтобы спасти его О смерти секретаря Порткома Немедленно сообщают В горком Сверху поступает Директива Найти И обезвредить Преступника На сыщиков Постоянно давят Требуют результатов Но они и так Работают на износ Обычно говоря Да И первая И вторая И третья Капитан Мухтаров Осматривает Место происшествия И тут Цепкий взгляд Сыщика Останавливается На том Что он Так долго Искал И эта находка Станет ключом К разгадке Целой серии Жестоких преступлений Таинственный преступник Никто не мог Ничего заподозрить С опасной бритвой Загадка Сгоревшей машиной Так он слит бензин Облил ее И поджег И что Хранит Секретный тайник Это резонанс За пределы Района Области Зачем Убийца Взял В заложники Отца И мать Пуля Для Парторга Непридуманный Детектив Из цикла Легенды Советского Сыска Сыщики продолжали Расследование Серии Пенсионеров Пенсионеров А перед тем Как скрыться Подло Застрелил Партийного Секретаря Ивана Присичева Сыщики Ведут Поиски Убийцы В этот момент В их распоряжение Попадает Важная Улика Пули Конструктора Александра Майера В просторечии Турбинки Именно их Капитан Мухтаров Нашел На месте Преступления Преступник Выпустил В партийного Руководителя Три заряда Шансов Выжить У Присичева Практически Не было Эксперты Внимательно Изучили Находку И обратили Внимание На заметную Деталь Пули Меньше Стандартных И явно Сделаны Кустарным Способом Это была Очень Важная Зацепка Сыщики Решают Проверить Не фигурировали Ли подобные Пули В других Преступлениях Уж Слишком Они Приметны Посылают Запросы А пока Допрашивают Пенсионеров Которых Преступник Удерживал В качестве Заложников Пожилые Супруги Сообщили В то утро Мы ушли В магазин А когда Вернулись Наткнулись В доме На какого-то Мужчину В темных Очках Он пытался Вынести Из дома Ценности Неизвестный Наставил ружье И приказал Молчать Иначе Смерть Грабитель Заставил Стариков Показать Где они Прячут Сбережения В какой-то Момент Капюшон Свалился С головы Преступника И старики Смогли Разглядеть Лицо Каково Же было Удивление Когда Отец Узнал В грабителе Собственного Сына Это Был Шок Сыщики Немедленно Запросили Установочные Данные Сергей Адамович 24 года Женат Детей Нет Ранее Судим Тем временем Выяснилось Обнаруженные На месте Расстрела Порторга Пули Идентичны Найденной В квартире Сергея Адамовича Того самого Что пропал Без вести И чья жена Зверски избитая Находилась В коме При анимации Вот так Поворот Выходит Адамович Не только Напал На собственных Родителей А потом Застрелил Порторга Присичева Вероятно Именно Он Пытался Убить И свою Жену Но Зачем Он решился На расправу С собственной Семьей Почему Убил Партийного Секретаря И где Может Скрываться Преступник Оперативники Наносят На карту Отметки Это место Убийства Порторга Присичева А вот тут На окраине Хутора Стрелка Видели В последний Раз Далее Следы Теряются Что же Предпримет Адамович Заляжет На дно Или Пойдет На новое Преступление В милицию Обратился Местный Житель И сообщил Я приехал Домой На служебной Машине За документами Оставил Уазик У дома Когда вернулся Обнаружил Что автомобиль Подожгли Мужчина Мужчина Бросился Тушить Пожар И к счастью Ему Удалось Справиться С огнем Но кому И зачем Понадобилось Устраивать Поджог На месте Работает Передвижная Крим Лаборатория Эксперты Исследуют Отпечатки пальцев Найденные В автомобиле И приходят К выводу Они принадлежат Сергею Адамовичу Выходит Убийца Пытался Скрыться Но по какой-то Причине Не смог Уехать Он подбежал В машине Думал Что ключи Там в машине Ключей нет Так он Слез в бензин Облил ее И поджег Чутье Подсказывало Адамович Где-то рядом И без колебаний Пойдет На новое Убийство Опасная бритва Или опаска В СССР После войны Их несли В вечмешках Миллионы солдат Безопасные бритвы На фронте Не прижились Нужно было Менять Одноразовые лезвия А где их возьмешь? В окопах Другое дело Опаска Острая Надежная Почти холодное оружие Самое главное Не забывать Наточить А специальный ремень На эту тему Даже ходил анекдот Почему бритва Не берет Сердится муж Вчера наточила Она дерет Аж искры из глаз Не раздувай Отвечает жена Из кухни Я утром Ею картошку чистила Так ничего Хорошо брала В народе И стал бриться Вдруг за спиной Показался человек Приставил к его Виску Обрез И скомандовал Быстро Неси еду И деньги Я ждать не люблю От неожиданности Захаров Чиркнул Лезвием По щеке Из раны Выступила кровь Степан понимал Неизвестный Вооружен Тут Шутки плохи Захаров Сложил продукты И деньги В дорожную сумку Протянул Налетчику Тот взял Баул И вдруг Схватив бритву Нанес Степану Удар по шее Это тебе От меня На прощание Захарову Повезло Бритва Едва Не задела Крупную артерию Мужчина Смог Самостоятельно Остановить кровь И вызвал Скорую И милицию Захаров Описал Нападавшего Приметы Полностью Совпали С ориентировкой На Сергея Адамовича Сомнений Не было Это он Значит Беглый Убийца Где-то рядом Было решено Усилить Патрулирование Района Все дороги Перекрыли Автотранспорт Проверялся Железнодорожные Станции Взяли Под особое Наблюдение Не исключалось Так же Что преступник Может попытаться Покинуть Октябрьский район Степными Тропами Сыщики Не подозревали Совсем скоро Убийца Выберет Иной путь Вплавь По реке Внимание Всем постам Вооружен И очень Опасен Мы встретились Я вот за Ну-ка вылазь Тайное Становится Явным Но зачем Он убивал Сангела Постепенно Становился Монстром Разгадка Запутанного Дела Пуля для Порторга Непридуманный Детектив Из цикла Легенды Советского Сыска Особо опасного Преступника Сергея Адамовича Искали По всему Октябрьскому Району Но пока Безрезультатно Тем временем Жена Адамовича Ольга Которую Нашли Едва живой В страшных ранах Пришла В себя И смогла Даже Дать Важные Показания Она Сказала Что Преступление В отношении Нее Было Совершено Именно Сергеем Адамовичем То есть Ее Мужем Он напал На меня В день Моего рождения Так как Я объявила Что ухожу Ольга И Сергей Познакомились Через общих друзей Молодой человек Сразу понравился Девушке Красиво ухаживал Дарил цветы Однажды Даже спел Жалихватскую песню Под ее балконом На глазах У соседей Романтика Это Что-то Было Невероятное Любовь Как говорят Любовь Наивная Ольга Не догадывалась Она Связалась С бывшим Уголовником За его Плечами Две ходки В колонию Первая Еще По малолетке Но О криминальном Прошлом Сергея Мало Кто знал Может быть Кто Из близких Из своих Знал Ну а так Никто никогда Ничего не говорил Никогда Гнилая Сущность Адамовича Обнаружилась После свадьбы Он стал Ревновать Жену И вскоре Поднял На нее Руку Ну сначала Как все Ангел А с ангела Постепенно Становился Монстром Очень Ревнивый Ольга Терпела Побои Замазывала Синяки И никому Не говорила О муже Тиране Даже Собственной Матери Та и так Недолюбливала Сергея Никому Она не Жаловалась Один раз Подружке Пожаловалась Сказала Она что-то Ему против Он Так ее Стукнул Что она Говорит Я аж На вторые Сутки Только пришла В себя Но в свой День рождения Ольга Решилась Надоела Такая семья Ей не нужна И объявила Я ухожу Внутренний Конфликт Нарастал И во избежание Всего плохого Она решила Уйти от него Ревнивец Негодовал Что Подыскала Другого Решила Меня Променять И почему Я не забрал У отца Обрез Сейчас бы Всадил тебе Пулю в живот А лучше Пониже Адамович Устроил Ольге Настоящий Ад Бил Чем придется От сильного Удара У несчастной Потекла кровь И испачкала Блузку Сергей Приказал Переодеться Позже Выяснится Это было Частью Его Коварного Плана Он Специально Оставил Окровавленную Блузку На видном Месте Хотел Запутать Следствие Пусть сыщики Считают С ним Тоже Расправились Была Такая Версия С учетом Того Что его Не было На месте И он Сам Мог Пострадать Сергей Привел Ольгу В парк В укромное Место И продолжил Истязание Избивал До тех пор Пока жена Не потеряла Сознание Когда Ольга Затихла Адамович Решил Умерла И поспешил Скрыться Ольге Повезло Врачи Вытащили Ее С того Света Но что Если Обезумевший Тиран Решит Отомстить И проникнет В больницу Сыщики Этого Не исключали И приставили Охрану Оперативники Дежурили У палаты Реанимации Круглосуточно Вскоре Поступила Срочная Информация Адамовича Заметили На окраине Хутора Новоаксайский Сыщики Немедленно Выезжают По указанному Адресу Успеют Или матерый Уголовник Уйдет И на этот раз И тут Оперативники Видят фигуру мужчины В руках Обрез Неужели Адамович Да Это был он Заметив Милиционеров Убийца Устремляется К реке Бросается В воду Капитан Мухтаров Детально Помнит Задержание Преступника Хотя с тех пор Прошло Почти Сорок лет Я выскакиваю У меня пистолет Не прицель На него Чтобы он Бросил Ружью Капитан Заходит В воду Он еще Плыл Оружье Уже 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 Нет у него Или Рука Устала Уронил Не знаю Задержание Происходит Быстро Матерый Уголовник Сдается Без боя Я Погрубнич Примерно Мы Встретились Я Вот За За Ну-ка Влазь Вот Вывожу Абсолютно Не сопротивлялся Абсолютно Никаких Действия с его стороны В этом плане Не было На допросах Матерый уголовник Юлит Но потом Понимает Все улики Против него Например Самодельные пули Которые Сергей Купил У знакомого Охотника А еще Были показания Потерпевших И наконец Само орудие Преступления Обрез Который водолазы Достали Со дна реки Оксай Убийца И садист Заговорил В парке Я избил жену До беспамятства Думал Умерла Тогда Решил Вернуться В квартиру Пора Заметать следы Адамович Переворачивает Все вверх дном Чтобы Сымитировать Ограбление Но Где спрятаться? Матерый уголовник Едет к родителям На хутор Нужно забрать У отца Обрез Вдруг придется Отстреливаться Адамович Забирается В родительский дом Вооружается Скоро он Начнет мстить Сначала Тещи Это она Старая корга Убедила дочь Бросить его Внезапно На пороге Появляются родители Сын ухмыляется Ага Явились Не запылились И требует Отдать Гробовые деньги Все до копейки Иначе Смерть Перепуганный отец Показывает Тайник И тут Еще Больший шок Завладев Купюрами Любящий сынок Поджигает Дом На помощь Старикам Приходит Секретарь Порткома Присечев Но уголовник Выпускает В него Несколько путь Чтобы проститься С погибшим Собирается Весь хутор И кто бы знал Что из этой фотографии Будет сделана Вот эта фотография Которой хоронили его Тем временем Адамович продолжает Криминальные похождения Пытается угнать УАЗик Но не может Завести машину В порыве гнева Он обливает Автомобиль бензином И поджигает Убийца Долго Отсиживался В заброшенном доме И как дикий зверь Выходил на охоту Однажды В поисках денег И продуктов Напал на Степана Захарова Ограбил А на прощание Полоснул бритвой Лишь по счастливой Случайности Мужчина Выжил Через полгода Состоялся суд Вдова Порторга Смотрела в глаза Убийца Который Лишил ее мужа А маленьких детей Отца Но женщина Не увидела У Адамовича Ни доли раскаяния Он сказал Дай бог Только выжить А я говорю Ну конечно Ты же хочешь жить А вот Иван Иванович Не хотел наверное жить В ответ убийца Начал угрожать Жди меня И я вернусь Только очень жди Вот эти вот слова Он говорил Жена Адамовича Ольга На суд не пришла Она панически Боялась мужа Даже за решеткой Зато престарелые родители Которым сын спалил дом И чуть не расстрелял Простили его И даже написали Ходатайство С просьбой О помиловании Я ничуть не осуждаю Это родители А родителям Какой бы ни был сын Его жалко Ходатайство было отклонено В те времена Другого и быть не могло Слишком тяжелые статьи Убийство Покушение на убийство Грабежи Сергея Адамовича Расстреляли Говорят Ревневец до последнего Был одержим идеей Отомстить жене И даже написал письмо Ольге Требовал Чтобы она явилась На свидание Женщина не пришла Так закончилась Эта драматическая история Ну а моих героев Сыщиков уголовного розыска Впереди ждали новые тайны Но об этом обязательно В следующий раз